К нашему эфиру присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Денис, приветствуем вас. Добрый день. Итак, прежде чем говорить о Покровском направлении, давайте с Харьковского начнем. Ну, прежде всего, почему захлебнулось наступление россиян на этом направлении, благодаря чему удалось их остановить? Во-первых, они провели перегруппировку, пытаются снова наступать. Тут надо это отметить. То есть у них есть подкрепление, которое они впустили в ход и пытаются снова продвинуться, выполнить те задачи, которые они ставили перед собой ранее. На первом этапе действительно не смогли выполнить поставленные задачи. Я вижу три причины. Первая причина – наступление было начато поспешно. Мы помним, что 10 мая это произошло. Они перешли в наступление на Сибири Харьковской области. Очевидно, они таким образом отреагировали на воздающиеся поставки боеприпасов для украинской армии. Мы помним хронологию. То есть 26 апреля, если не ошибаюсь, было принято соответствующее решение. И уже буквально в сжатые сроки вооружение начало поступать. То есть окно возможностей, которое было связано с недостатком боеприпасов, начало потихоньку закрываться. Этим россияне вынуждены были воспользоваться как можно скорее и начали наступление, до конца к нему не подготовившись и не развернув те силы, которые они изначально предполагали развернуть на этом участке фронта. Это первая причина. Вторая причина состоит в том, что после того, как россияне добились определенных технических успехов, мы помним, что они продвинулись, заняли ряд населенных пунктов, в составе сил обороны, вооруженных сил Украины, были проведены кадровые перестановки, усилено командование на этом участке фронта, улучшилось управление войсками и вкупе с героизмом и с возможностями наших ребят, в общем-то, удалось наладить оборону и это способствовало остановке наступления. Это вторая причина. Третья причина состоит в том, что Запад дал разрешение на использование своего оружия по территории Российской Федерации, и это позволило нам наносить удары в глубину территории Российской Федерации, насколько это было возможно, насколько это было обусловлено разрешением. Мы знаем, что оно палеотильное. Но, тем не менее, было позволено в пределах 100 километров наносить удары и, в общем-то, благодаря этому удавалось уничтожать войска российской армии до того, как они перейдут границу и непосредственно вступят в бой. Это тоже было очень важно. В общем-то, эти три причины, они привели к тому, что противник не сумел выполнить поставленную задачу, которую он перед собой нарисовал, начиная на наступление. Вот по поводу поспешности этой операции, то же самое можно сказать и о наступлении россиян на Авдеевском направлении, которое уже плавно перетекло в Покровское. Да, тоже пытались воспользоваться окном возможностей. Продолжается это ползучее наступление. Ну, вот я был в тех местах, на самом деле, вот Покровск, Мирноград, Гродовка, там сплошные поля, небольшие посадки вдоль дорог. На самом деле там, по большому счету, и фортификацию строить, по большому счету, неудобно. И вот, может быть, этим можно объяснить эти вот территориальные достижения, так называемые, россиян. Ну, а дальше пойдет городская застройка, и, возможно, остановится или будет приостановлено наступление россиян. Как вы считаете, вот эти вот территориальные приобретения, может быть, именно за счет местности происходили? Ну, дело в том, что я не совсем с вами согласен. Наоборот, если поля, и, скажем так, нету складок местности, и местность ровная, то, наоборот, нужно позаботиться об укреплении. С максимальным учетом, значит, и городской застройки, ну, мы говорим в национальных пунктах, которые сейчас там есть, и посадок, там, возможно, каких-то балок, ну, фортификация нужна в любом случае, потому что одно дело, когда солдаты защищаются в обустроенных блиндажах, да, в окопах, которые способны их укрыть от огня противника. Другое дело, когда они роют лопатами под огнем на неподготовленной местности какие-то окопы для того, чтобы там зацепиться и удержать наступление противника. Говорят, в Одессе это большая разница. К большому сожалению, сейчас есть информация о том, что вокруг Покровска, ну, прямо, скажем так, темпы работ по возведению фортификационных сооружений оставляют желать лучшего. Я не буду, скажем так, резко выражаться, но есть, скажем так, информация от ребят с фронта, которые обращают внимание на то, что, в общем-то, следовало бы усилить, существенно усилить, степени софортификации на этом направлении. Но основные причины, почему противнику удается продвигаться, на мой взгляд, состоят в том, что, во-первых, он там превышает наши войска по численности, по-прежнему перестреливает по артиллерии, то есть у него есть артиллерийский огонь достаточно плотный. И самое главное, это вот то, что, за счет чего ему удается продвигаться, это очень активное использование корректируемых авиационных бомбов, против которых, к сожалению, городская застройка не поможет. То есть если есть какое-то небольшое село, они просто сметут его слезоземлетними бомбами, они же сейчас не особо даже разбирают, есть ли там узлы обороны в этих национальных пунктах, нет узлов обороны в этих национальных пунктах, они просто смутят национальные пункты. Прекрасно понимают, что если там не останется ни одного целого здания, то, соответственно, наши будут вынуждены отступить для того, чтобы изберечь людей, и не смогут спокойно зайти на освободившуюся позицию. И такая тактика у них действует. И продолжает действовать, поскольку они прекрасно понимают и видят, что пока у нас нету достаточно средств для того, чтобы бороться с этим видом оружия. Поэтому корректируемые авиационные бомбы, к сожалению, пока во многом грешают на Покровском направлении, да и не только на Покровском направлении. Ну вот, как показывает Кураховское направление, целенаправленные колонны бронетехники вот тут как раз и проигрывают. Если говорить о том, что несколько массированных ударов бронетехникой было на Кураховском направлении, размотали их наши ФПВ-дроны и артиллерия. То есть, вот если говорить о тактике, вот это и есть основная КАБы, местные штурмы, но при строгой экономии бронетехники. Ну, конечно, Кураховское направление, где мы наблюдали колонны бронетехники, на МОЗ, это скорее исключение, очень правило. Ну, я же о чем и говорю. Сложно сказать, что заставило российскую армию на этом направлении нанести удар, попытаться нанести удар бронированной техникой, но мы видим, чем это закончилось. Я тоже слышал от некоторых наших военнослужащих, что для них гораздо легче иметь дело как раз с бронированными колоннами, нежели с мощными штурмами и атаками малонапехотными руками. Ну, идет бронированная колонна по открытой местности, как это было, вот, в частности, на Кураховском направлении. И в ПВ-дроны налетают, артиллерия уничтожает, противотанковые средства присутствуют. В общем-то, мы видим результат. А когда противник, следуя этой вагнеровской тактике, бросает малыми группами, малыми группами атакуют, то есть 4-5 человек там, 6-7 человек здесь, 5-6 человек слева, 7-8 человек справа, то есть эти малые группы кладутся, следующая волна в таком же духе идет. А потом следующая волна в таком же духе идет. И все это подкрепляется КАБами, и все это подкрепляется артиллерией, в том числе с использованием тяжелых огнеметных систем. Ну, можете себе представить, как в таких условиях и насколько долго можно держать оборону городской застрой. Вот как раз вот именно такая тактика с использованием малых пехотных групп, артиллерии и авиации, вот она сейчас и приносит противнику наибольший эффект. Вот мы говорим о Покровском направлении, ну, можно ли сказать, что Часовьяр, Торецк и даже Кураховское направление, Углидар, это, в принципе, все потуги, ну, все направления российской армии, чтобы взять под контроль, вот о чем шла речь в нашем сюжете, именно эту трассу жизни, основной логистический, так сказать, путь для украинской армии, трассу, мы говорим, Покровск-Константиновка, я бы ее продолжил, Углидар, Покровск-Константиновка. Ну, все эти населенные пункты, которые вы назвали, да, то есть, включив сюда и Кураховское направление, включив сюда и Углидар, включив сюда и Торецк, и Часовьяр, тут скорее это стоит рассматривать, как намерение противника захватить Донецкую область в целом. Это же вся Донецкая дуга, то есть, Часовьяр, Торецк, Покровское направление и так далее. Когда мы говорим конкретно Покровское направление, здесь мы можем выделить действительно трассу Покровск-Константиновка, где противник пытается ее перерезать, то есть, последняя тенденция, они указывают на то, что в районе Воздвиженки, то есть, это населенный пункт, который находится непосредственно, не вдалеке от этой трассы, не непосредственно, скорее, не вдалеке от этой трассы, то есть, там мы держим оборону, и сейчас противник пытается этот узел обороны обойти. То есть, по неофициальным данным, ну, очень достаточно верифицированный и уважаемый источник, это Дипстейк. По самым свежим данным этого источника, был захвачен национальный пункт Тимофеевка. А если мы посмотрим на карту, то увидим, что таким образом противник, как обычно, очевидно, пытается обойти Воздвиженку и таким образом прорваться к трассе. То есть, когда мы говорим «Покрововское направление», мы имеем в виду, в контексте «Покрововского направления» мы как раз имеем в виду попытки противника перерезать через дорогу жизни. Если это случится, то поскольку трасса является ракатной, а ракатная трасса, она проходит вдоль линии фронта, и она удобна для того, чтобы осуществить логистику, то есть, перебрасывать подкрепление, материалотехнические, так сказать, средства, смазочные материалы, припасы и так далее, то ситуация сильно усложнится, потому что тогда придется искать другие логические пути, а это всегда сложнее. То есть, искать пути в обход, то есть, важны проблемы с тоже. Я позволю себе процитировать президента, который одной из причин сложившейся ситуации на фронте назвал вот разную стоимость жизни по разные стороны в линии фронта. В свое время главком Сырский говорил, что сейчас главная задача на фоне, так называемой, паузы с вооружениями, главная задача силы обороны, это изматывать противника, максимально минусовать личный состав и технику врага. Но вот последние показатели, последние сводки генштаба говорят, что вот недавно был рекорд 1370 уничтоженных оккупантов за сутки. Ну, в принципе, силы обороны придерживаются такой тактики. Можно ли сказать, что эти мясные штурмы все-таки некоторые цели уничтожения этих мясных штурмов все-таки некой цели достигают? Да, эта тактика у нас прослеживается, то есть, мы пытаемся беречь своих людей в общем и целом, да, то есть, так озвучивается, да, то есть, но мы должны понимать, что оружие нужно больше, 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 больше и еще раз больше. То есть, когда противники используют капы, ну, очевидно, нам нужны средства для борьбы с этими капами. То есть, больше средств противовоздушной обороны, чтобы доставать сутки-четвертые на тех дистанциях, которые дальше, чем зона сброса этих капов. Те же F-16 говорят, что появились самолеты F-16, первые шесть единиц. Возможно, мы их увидим на Покровском направлении, в частности. Возможно, не увидим. Посмотрим, как ситуация будет разворачиваться. Хотя мне кажется, что это количество самолетов, которые мы получили, оно старее располагает к тому, чтобы мы их приберегли, а не бросали сразу в бой, где они могут быть сбиты на длине фронта. Последим за дальнейшей судьбой этих самолетов, как они будут применяться. Пока что мы говорим о применении их в качестве подкрепления, усилении системы противовоздушной обороны. То есть, еще раз, оружие и оружие. То есть, нужно, в том числе и с помощью западных наших партнеров, обращаться к ним постоянно, чтобы они способствовали повышению нашей огневой мощи. Потому что количество, оно бьется только качеством, а качество достигается именно повышением возможности средств поражения. И других вариантов не существует. Вы упомянули Дипстейт. Тоже там есть статья по поводу недавнего удара по, ну, так называемому центру принятия решений военному объекту под Курском. И вот аналитики Дипстейт говорят, что цель достигнута благодаря модифицированной ракете «Нептун». Если мы говорим сейчас о запретах и западном вооружении, то имеет ли потенциал Украина своими силами, своими ракетами доставать до подобных объектов? А у нас нет другого выхода. То есть, если западные партёры накладывают запрет и желают его снимать по использованию своих средств вооружения, мы должны отличать собственными средствами. Разрабатывать собственные ракетные системы, беспилотные системы, которые позволили бы бить по территории Российской Федерации, не спрашивая никого разрешения. Ну, дали мы никто, но мы правильно. То есть, зачем спрашивать разрешение Госдепартамента США на нанесение ударов собственным оружием? Это наше оружие, как хотим, так и используем. Поэтому тут совершенно однозначно. И нужно понимать, что те средства, которые нам предоставляют штаты, в частности, и даже если не разрешат нам их использовать по всем возможностям, они всё равно ограничены в дальность. Тот же атака взбьёт на 300 километров. И нужно ещё учитывать, что пусковую установку нужно расположить таким образом, чтобы она не попала под удар артиллерии противника. То есть, её нужно ещё оттянуть в глубину территории Украины километров на 40-50. То есть, тогда радиус поражения российской территории вообще сокращается до 150 километров. А если мы будем иметь свой дальнобой на Нептун, например, с радиусом 10 километров в 500, ну тогда, конечно, мы можем, во-первых, дальше пить по территории Российской Федерации, глубже. И, во-вторых, мы совершенно можем не интересоваться мнением наших союзников по этому поводу. Да. Соединённым Штатам нужно взять в пример опыт стран Балтии, которые, передавая нам вооружение, говорят, что это ваше оружие. Всё, что мы вам передали, это уже украинское оружие, и никакой этой боязни и эскалации у них нет. Денис, спасибо, как всегда, за содержательную беседу. Денис Попович, военный обозреватель, был на связи со студией «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова